Сократить принудительное стационарное лечение людей с психическими заболеваниями и модернизировать медицинский подход к пациентам. Медики призывают лечить, а не прятать людей с незначительными изменениями в психоэмоциональном состоянии. Дать возможность людям, страдающим различными формами заболеваний, нормально интегрироваться в современное общество, жить полноценной жизнью, а не находиться в заточении в различных психдиспансерах. Психиатрические лечебницы закрытого типа – пережиток прошлого, уверяют специалисты. Человек с расшатанной психикой, да еще и отрезанный от большой земли, в таких условиях просто не может нормально существовать. Ко всему прочему, последствия такого лечения для социальной адаптации наносят непоправимый урон. Вместе с необходимыми врачебными манипуляциями и справкой о диспансеризации, бывший пациент получает множество различных проблем. Таких не хотят брать на работу, в обществе навешивают ярлыки, а не когда близкие и родные люди сторонятся или вовсе прекращают общение. Советская система, она нам наследство оставила больничный сектор, психиатрические больницы. И мы потихоньку переходим к новому формату, наверное, сопровождения таких лиц. После разработки стратегии развития психического здоровья планируем уже наращивать именно вот этот пробел, связанный с амбулаторным ведением, сопровождением, чтобы не закрывать пациентов в больницах, а больницы оставить для, наверное, узкого круга пациентов, которым действительно нужна только стационарная помощь. Проблемы нужно решать на уровне первичной врачебной помощи, а не ждать обострения заболевания, заявляет заместитель министра здравоохранения Эркин Чичайбаев. Для этого инициирована специальная программа по оптимизации психиатрической помощи. Практически в каждом регионе страны запустили пилотные проекты замены стационаров психлечебниц специальными центрами семейной медицины. Таким образом, специалисты решили сделать медицинские услуги такого типа доступнее для тех, кто в них нуждается. Стационары же, подчеркивает замминистра, стоит оставить лишь для тех, кого решением суда принудили к содержанию в психиатрических больницах. Большая доля этих людей с особенностями, она не нуждается в стационарном лечении. Она достаточно помощи на уровне первичного медико-санитарного звена. Это центры семейной медицины, группы семейных врачей, те больные, которые нуждаются в принудительном лечении. Это переведенные из мест заключения по решению суда. Все равно будут такие закрытые учреждения нам нужны. Другое дело, что мы должны улучшить их функционирование. Известный фотохудожник Шайлоджик Шинбаев проблемам людей с тяжелыми формами психических заболеваний посвятил не один год своей профессиональной деятельности. Результатом многочисленных поездок по южным регионам республики стала экспозиция «Дорога домой», которая рассказывает о новой системе предоставления медицинской помощи лицам с психоэмоциональными расстройствами. Я просто снимал это абсолютно спонтанно просто, потому что произошла вот такая стихийная мизансцена своей сестренкой. Я так понял, как они очень дружно любят, какая у них между ними очень такая близкая душевные отношения, такая любовь крепкая. И это меня вызвало такую особую нежность. Экспозиция включает в себя больше 50 работ о жизни людей, которые пробуют на себе новый метод лечения. На сегодняшний день от общего числа больных в стране около 13% лиц, страдающие психическими заболеваниями. По прогнозам медиков, в ближайшие 10 лет эти показатели увеличатся втрое. Сабина Дамаскина, Алтенбек, Анабекулу, НТС.